Хорошо, я думаю, можем начинать. Давайте я включу презентацию, и мы будем с вами говорить про электронные карты. Это наш новый функционал, мы его анонсировали в феврале на итогу года в Крокус Ситифоле, на нашем ежегодном событии. И сейчас этот функционал прошел тестирование, и на текущий момент мы уже его выпустили, можно сказать, в продакшн, и теперь любой предприниматель может его себе настроить. И мы получили множество вопросов в техническую поддержку, что же это такое, как это включить, и вообще, каким образом эти карты работают, и поэтому вот сегодня вам расскажем все про эту тему. Первое. Каким же образом получить эту бонусную карту? Что это за карта такая? Для примера вы можете сосканировать этот QR-код, если этот эфир вы смотрите, например, с ноутбука, либо, ну, в дальнейшем можно перейти по такой ссылке, мы можем там, для примера, мы в различных чатах клиентских и партнерских отправляли подобные ссылки. То есть карту можно получить по QR-коду или по ссылке. Эту ссылку можно разместить в социальных сетях, можно QR-коды разместить на толпу тентах и так далее, и написать там фразу «получите нашу бонусную карту». Все же в дальнейшем будет происходить после перехода на эту ссылку, либо перехода по QR-коду. Вы будете видеть вот здесь по шагам, начиная слева направо, первое, необходимо будет ввести номер телефона, то есть мы будем проходить этап регистрации, получения этой карты. Вводим свой номер телефона, следующим шагом необходимо будет ввести код, который от того номера, который вам перезвонил. Ну, в данном случае, вот на данной картинке необходимо ввести последние четыре цифры номера телефона, 1198. После ввода, если я ни разу не получал электронную карту, которая сделана на платформе UDS, или я ни разу не регистрировался в мобильном приложении, то есть я вообще не зарегистрирован никаким образом в системе UDS, то мне следующим шагом будет форма для введения персональных данных. Ну, то есть имени и фамилии. И после ввода имени и фамилии у меня появляется карта, и ее необходимо, там есть ниже кнопка, добавить в Google Pay. Для телефонов, сделанных на iOS, то есть для iPhone, эта кнопка, она имеет другое название, добавить в Apple Wallet. То есть на Android, Google Pay, на iOS это добавить в Google Pay. То есть необходимо нажать эту кнопку, и эта карта сохраняется в соответствующих мобильных приложениях. Что же это за приложение? У iOS, я снова повторюсь, это мобильное приложение Apple Wallet. Оно выглядит вот таким образом, как здесь показано на картинке. А у Android это приложение у iOS предустановлено. То есть сразу, как вы покупаете себе iPhone, вы сразу видите, что это приложение там есть. И в этом приложении хранятся различные карты программы лояльности, хранятся там в том числе билеты на самолет и так далее. Ну такое довольно многофункциональное приложение. И аналогом для Android есть приложение Google Pay. То есть в Google Pay для Android тоже есть карточки, которые можно сохранять. И вот таким образом выглядит в Android окно этих карт. Вот здесь есть список карт, и вот мы получили карту хорошая еда. И если мы нажмем на нее, то она выглядит вот таким образом. То есть этот код или вот этот числовой код я могу показать кассиру и списать, либо начислить бонусы. В этой карте отображается количество бонусов и размер кэшбэка. То есть размер бонусов, которые мне начали начислиться после оплаты. Давай остановимся на этом моменте. Из принципиального отличия, если в мобильном приложении UDS, когда клиент открывает код скидки, этот код скидки каждый раз новый. Он обновляется каждый раз. И соответственно какой-то там другой человек не может бонусы списать за тебя военнокопленное. В случае с картами, которые добавлены в Apple Wallet и Google Pay, код всегда одинаковый. То есть получив карту, тебе присвоен в данном случае номер 17, 68, 74, 66. Это письмо балла iRata. Теперь каждый из вас может прийти в хорошую еду и списать эти баллы. Этот код никогда не поменяется. И соответственно нужно учитывать риски такие, что в компании можно, если вдруг ты переслал другу скриншот, он может взять и с этим скриншотом списать баллы по этой компании. Ну да, но есть один плюс. То есть минус в том, что есть, нарушается безопасность, что вы вот даже вот сейчас вы можете сохранить вот этот скриншот этой карты и списать мои 150 баллов. Но есть плюс о том, что вот некоторые клиенты нас там спрашивали, они говорят, у нас нет интернета на точке, но точка находится где-то там в подвальном помещении, и нам бы хотелось какую-то систему без интернета. То в данном случае такая система подходит, потому что код статичный и не нужен интернет для того, чтобы показать свою карту. Ну то есть есть минус безопасности, есть плюс в том, что если нет интернета, то можно показать статичный код. Но для получения карты может быть интернет-серва. Ну да, но в принципе в мобильном приложении это преодолевалось тем, что можно просто номер телефона было назвать и тоже таким же образом накопить бонусы. Идем дальше. Есть ли пульш-уведомления вообще в электронных картах таких? Да, они есть. Но на текущий момент, стоит здесь сказать о том, что на текущий момент на платформе UDS, которую мы делаем на платформе UDS электронные карты, пока пульш-уведомления мы не сделали. Но мы их сделаем, потому что для нас этот функционал новый, и понятно, что он в дальнейшем будет дорабатываться, и там будут пульш-уведомления. Теперь проговорим вообще про пульш-уведомления в электронных картах, потому что они в действительности другие. В электронных картах пульш-уведомления есть, но в них можно отправлять крайне ограниченную информацию. То есть пульш-уведомления должно хранить в себе, иметь в себе не больше 5-6 слов. Почему есть такое ограничение? Потому что в действительности, в отличие от мобильного приложения, в пульш-уведомления в электронных картах нет детальной информации о контенте, нет детальной информации о новости. То есть давайте рассмотрим два сценария. Если я перехожу в пульш-уведомление, которое мне пришло в мобильное приложение, я, например, нажал на пульш-уведомление, у меня произойдет переход в окно этой новости, там будут картинки этой новости, много текста, что там у нас новая коллекция и так далее. и там даже могут быть прикреплены товары, которые я в дальнейшем могу заказать онлайн. Вот в электронных картах такое невозможно. В электронных картах, когда я нажимаю на пуш-уведомление, у меня просто открывается окно карты. То есть по факту в электронных картах пуш-уведомление, оно не может нести в себе какую-то более подробную информацию. Вот в чем принципиальное отличие. То есть как бы в электронных картах пуш-уведомления есть, но они другие. Они без детальной информации, они без подробной информации. Поэтому каждое пуш-уведомление в электронных картах, оно должно содержать только призыв какой-то. Ну, например, зайти к нам или вот у нас только добавок и так далее. То есть надо понимать, что если пуш-уведомление, опять-таки через положение UTS, можно вшить целевое действие, то есть оно может быть написать сообщение в компанию, перейти по ссылке, добавить товар в корзину. То есть целевое действие в пуш-уведомлении в wallet-карту, оно в принципе не конверсионное. То есть в нем нет никакого целевого действия, кроме как открыть карту и увидеть баланс актуальный. Поэтому здесь мы задаемся вопросом, зачем вообще пуш-уведомления в электронных картах. И здесь действительно задача две. То есть либо это какой-то призыв, то есть конкретно короткий текст. Ну, в данном случае, например, сообщать клиенту об изменении баланса. Что у тебя накопились бонусы, что у тебя списались бонусы, либо тебе подарились какие-то бонусы. И второе, есть особенные пуш-уведомления в электронных картах. Это единственное преимущество электронных карт перед сравнением с приложением. Это так называемые гел-пуши. Это когда мы проходим мимо заведения какого-то, если у нас расстояние там менее, я точно не помню, сколько там метров, то вам придет пуш-уведомление в электронной карте о том, что типа вот ты рядом, не забудь к нам зайти. Или вот ты рядом, у тебя 100 бонусов. То есть это вот есть такие прикольные пуш-уведомления в электронных картах, которые, ну, как бы отличают или имеют преимущество по сравнению с мобильным приложением. Почему, кстати, в мобильном приложении нельзя сделать такие пуш-уведомления? Потому что если в мобильное приложение будет всегда стараться актуализировать информацию о том, где клиент находится на текущий момент, то означает, что мобильное приложение начнет сжирать много батареи телефона, смартфона. И смартфоны сейчас сделаны таким образом, ну, как бы умная система есть, о том, что смартфоны сохраняют батарейку. И вы могли заметить, что если вам приводит такой, иногда может прийти такое сообщение, что вот такое-то приложение, жрет много батарейки, там, например, закройте это приложение. И вот если приложение, такой функционал делать, то смартфоны бы сообщали о том, что приложение, ну, там, в частности, например, UDS, ест много батарейки и типа закройте его. И мы бы не хотели, ну, никакое бы приложение не хотело бы становиться таким некоторым, ну, таким, некоторым плохим или журущим батарейку для смартфона. Поэтому в мобильных приложениях такая логика, она как бы, ну, не реализуется. А вот в валетах такая история, ну, как бы в электронных картах такая история есть, и как бы это такое, одно из, единственное, как бы, преимущество их. Если бы это помню, геопуши будут работать только на операционной системе iOS. К сожалению, Android не позволяет приложить такие геопуши, соответственно, если карта добавлена в WP, геопуш не придет. Этот функционал можно будет реализовать только для карт, которые добавлены в приложение Wallet в операционной системе iOS на айфонах. Тут есть вопросы по теме, просто сразу мимо входа ответим. Пушки будут с логотипом компании, который будет размещен в карте. Дизайн карт самим менять можно. Пока дизайн карт меняется с сотрудниками технической поддержки, в будущем мы дадим возможность менять дизайн карт самостоятельно. Да, просто в текущей картинке это действительно пуш-оведомление мобильного приложения UDS. А вот когда мы будем делать для электронных карт, то понятно, там будет логотип конкретной компании. Поэтому геопуши, здесь еще раз напомню, геопуши, чтобы все знали, геопуши, они работают только на iOS. А на Android геопуши не работают. Идем дальше. Применяются ли все настройки программы лояльности UDS? У нас вот, я здесь картинки показали, мы есть пункт меню программы лояльности к электронным картам. Да, все настройки программы лояльности применяются и все ограничения тоже применяются. То есть все настройки, которые вы сделали в программе лояльности, они абсолютно так же будут и работать в электронных картах. То есть, например, если вы поставили, что бонусами можно списать 50%, то это будет работать автоматически и в мобильном приложении, и в том числе сразу и в электронных картах. Если вы поставили приветственные 200 бонусов, то они будут применяться и в UDS, они будут применяться и в электронных картах. Если вы списали бонусы в электронных картах, то они автоматически списываются и в мобильном приложении. То есть все балансы, они как бы синхронизированы вне зависимости, каким способом вы накапливаете бонусы, либо списываете бонусы. И все настройки программы лояльности, они тоже синхронизированы со всеми способами использования бонусов. Там по номеру телефона, приложение или в данном случае электронные карты. В том числе начисление и списание бонусов вручную. Вот просто какому-то клиенту вы решили наручную начислить бонусы, они также начислятся и в электронных картах. То есть в этом плане, как и бонусный счет, он везде синхронизирован вне зависимости от приложения и электронных карт. Хорошо. Также мы не забыли про функционал рекомендации. Как сделать рекомендацию в случае электронных карт? Понятно, что в мобильном приложении есть такая акцентная кнопка «рекомендовать». То мы придумали такое решение о том, что в электронных картах это можно сделать таким образом, чтобы просто показать своему другу свою карту. То есть вы просто показываете своему другу свою карту, и друг сканирует эту карту, тоже проходит регистрацию, у него появляется своя карта, но он теперь становится по вашей рекомендации. И вам будут начисляться бонусы за покупки друга, либо просто бонус за рекомендации. Вот, например, это моя карта, если вы ее сосканируете, то вы все становитесь под моей рекомендацией. Каким же образом работают электронные карты и приложения UDS вместе? Я уже снова повторюсь, скажу о том, что бонусные баллы, они все синхронизированы вне зависимости, чем вы пользуетесь, приложением, номером телефона или электронными картами. В случае использования электронных карт, например, предприниматель, магазин одежды, решил использовать только функционал электронных карт. То при получении этих карт его клиентами, то по факту бизнес появляется в том числе одновременно и в мобильном приложении UDS. То есть бизнесы, которые используют просто электронные карты, либо используют электронные карты в мобильном приложении, в любом случае эти компании, которые работают с нами, они отображаются в рубрикаторе UDS, и новые клиенты могут их найти в рубрикаторе. И в том числе эта карточка, она одновременно появляется и в мобильном приложении. Поэтому клиент может использовать электронные карты и мобильные приложения совершенно одновременно, что ему будет более понятным и что ему будет более приятным. Например, он получил электронную карту, и если у него есть мобильное приложение UDS, то он эту же карту сразу увидит в себе их приложение. Ты хотел дополнить? Да, хотел дополнить, сказать, что это очень хороший шаг, во-первых, для воронки. То есть если клиент не готов к изначально оставить приложение, он готов к карту, установить туда, пожалуйста, пусть он ставит карту, а потом в дальнейшем можно сказать, что мы еще и сертификат выдаем, например, давай ты установишь приложение, когда будешь получить пуш-оведомление, сертификат и специальное предложение. И вот еще раз хочу повторить, потому что это принципиально важный момент, повторить то, что ты сказал уже. Если вдруг в какой-то компании клиент получает карту, и эта компания, например, пока не работает с приложением UDS, он получает карту, и у него уже установлено приложение UDS, то в приложении UDS из кем-то компания появится эта компания. И предприниматель, который, например, не планировал изначально с приложением UDS работать, может в какой-то момент понять, что из его клиентской базы там 60% уже имеют руках в приложении, и ему целесообразно начать пользоваться такими инструментами, как новость пуш-оведомления, сертификаты, и работать с клиентами именно через инструмент UDS. Вот здесь был вопрос от Петра, сразу раскроем его. А пометка будет в рубрикаторе, что только карты принимают в заведении? Он имеет в виду, принимает только электронные карты, как я понял. Действительно, такая пометка не нужна, потому что мы интеграцию делаем таким образом, что неважно, предприниматель начал работу только с картами, в любом случае у него приложение тоже будет принимать, потому что он использует общую платформу UDS, так что если предприниматель говорит, я пользуюсь только электронными картами, я раздаю только электронные карты, и вдруг к нему клиент приходит с мобильным приложением UDS, то ничего страшного, ввести этот шестизначный код он также примет, потому что это единая платформа UDS, и я снова повторюсь, без разницы уже, что клиент будет показывать, все будет работать. Давай к этим еще на этот вопрос. Юлия Жиркова пишет, а можно ли ссылки рекомендовать? Я их только по рекомендации. У карточек лояльности в Google Play есть специфика, что мы не можем размещать никакие кнопки на этих картах, к сожалению, то есть только QR-код, только текстная информация, поэтому в QR-код вшили ссылку на рекомендацию. Есть вариант развития такой, что на обороте карты, а эти карты еще и можно поворачивать, оказывается, мало кто знает, можно размещать определенный контент, можно размещать текст, можно размещать ссылки, и теоретически в будущем мы можем разместить на обороте карты вот такой блок, где будет написано отправь эту ссылку своему другу и получи там столько-то баллов за его первую покупку. Но мы предполагаем, что конверсия будет очень низкая, потому что мало кто в принципе догадывается, что около карты в Apple Wallet можно нажать на три точечки и увидеть какой-то текст, какие-то ссылки. Поэтому мы рекомендуем все-таки раскачивать рекомендации через демонстрацию QR-кода. Здесь сразу отвечу на вопрос и продолжим к следующему слайду. Здесь Максим задал вопрос, почему код скидки такой длинный в электронных картах? Это менее удобно, чем шесть цифр, в приложении шесть цифр. Почему бы наоборот не сократить? Действительно, ответ кроется в комбинаторике. Так как электронные карты статичные, то их можно выпустить определенное ограниченное количество. Поэтому если бы мы делали короткий код, то эти бы карты быстро бы закончились, и нам в любом случае необходимо было бы увеличивать их длину. А в мобильном приложении коды не статичные, они динамичные. Поэтому в динамичных кодах по правилам комбинаторики можно больше карт не видеть. Ну все, Максим написал, понял. Продолжаем эту тему. Короче, вопрос кроется в комбинаторике. В ответ математики кроется. Парочку умных слов, и отвечать уже не обязательно. Идем дальше. Чего нет в электронных картах по сравнению с приложением UDS? В принципе, мы об этом только что сказали. Вы могли заметить о том, что понятно, что в электронной карте будут ограничены по функционалам, потому что вот такие вот электронные карты. Вот такая вот сама по себе платформа. А здесь надо помнить не потому, что там UDS что-то не сделал, а потому что в электронных картах такой функционал реализовать невозможно, потому что, ну, такова платформа там Apple Wallet и Google Paycard. Там не будет обратной связи, оценки за обслуживание, там не будет пуш-уведомлений таких, как в мобильном приложении. Опять напоминаю, что пуш-уведомления там, маленькие можно их назвать, там 5-6 слов, только призыв какой-то могу сделать. Пуш-уведомление в приложении меня же ведет к детальной информации, где я могу расписать, там прикрепить товары, картинки и так далее. Понятно, нет интернет-магазина, и совершенно другой будет визуал бонусной системы. То есть в мобильном приложении можно показать статус, что необходимо, насколько еще нужно докупить, чтобы повысился статус. Можно показать, там, кнопку рекомендовать, можно показать условия рекомендательной системы и так далее. Понятно, вы сравните две карты, и они совершенно разные. Нету кросс-маркетинга, потому что нету сертификатов. Здесь сразу исходит из следующего пункта. И понятно, что в электронных картах нету рубрикатора и подборки. Он есть только в мобильном приложении. Ответим на вопрос. Алена Калекникова спрашивает, можно будет эти карты загружать в электронные кошельки? Это приложение для карт. Мы знаем, что есть довольно много приложений, но в то же время есть отраслевые стандарты. Максимально нативные приложения от производителей операционных систем iOS и Android это Wallet и Google Pay. И мы ориентируемся прежде всего на них, как на стандарты, которые есть практически на каждом устройстве. Они представляют максимально гибкие возможности, таких как GeoPush. И прежде всего мы делаем функционал для них. Возможно, в будущем мы рассмотрим такой вариант, но пока другие приложения использовать не планируется. И второй вопрос от Алексея. Я правильно понимаю, что сегодня всем компаниям, которые находятся в платформе, стоит подключить карты, чтобы расширить оцифровку своих клиентов. Кому-то удобно скачать приложение, кому-то удобно карту Wallet получить. Лично мое мнение, что всем компаниям точно не стоит так делать. Если в компании есть четко выстроенные процессы по оцифровке клиентов через приложение UDS, то нужно следовать этим практикам, потому что приложение UDS представляет максимально широкий вариант взаимодействия, с клиентами. И надо понимать, что если часть вашего трафика, она будет отскрована через карты Apple Wallet, вы потеряете возможность контакта с ним через вот этот инструмент, который сейчас на экране. Пуш-уведомления, обратная связь, максимально важная история сертификата и так далее. Я думаю, что компания имеет смысл воспринимать текущим клиентам с хорошо внедренным продуктом, имеет смысл воспринимать карту Wallet, как воронку, прежуточный шаг передать с пробкой. Если клиент действительно не готов скачивать приложение, ну хорошо, возьми карту, и потом уже его прогревать на установку приложения. А это может быть какое-то другое мнение? Да нет, я просто дополню, мнение абсолютно такое же. Я бы не рекомендовал клиентам, которые хорошо пользователи скачивают приложение, потому что даже я бы сказал, я в своем опыте замечаю, что клиентам скачать мобильное приложение легче и понятнее, чем получить электронную карту. Потому что мобильное приложение – это тренд, который задали крупные игроки, крупные федеральные сети, и вы могли заметить, вы входите там в Магнит, Пятерочку или другие какие-то магазины, где вас просят скачать мобильное приложение. И вот этот сценарий, он более понятный клиенту, чем получить электронную карту. Я вот даже по своим личным опросам это понял. И поэтому, наоборот, я бы электронные карты внедрял бы только в исключительном случае, если действительно предприниматель как-то в них влюблен и очень хочет электронную карту. А во всех остальных случаях, понятно, я бы лучше работал только с приложением, потому что когда вы будете говорить клиенту «Отскачай наше приложение или получи электронную карту», клиентам становится сложно, не надо давать клиентам выбор, это усложняет внедрение, это усложняет запуск клиентов в программу лояльности, поэтому лучше клиентам, конечно, говорить «мобильное приложение», потому что мобильное приложение имеет наибольший функционал. Но мы об этом еще поговорим в конце. У нас там тоже есть наши рекомендации. Хорошо. Идем дальше. Мы видим вопросы, мы обязательно к ним вернемся. В конце у нас тем более будет блок ответов и вопросов. Стоимость. Электронные карты входят в тариф UDS, там не надо доплачивать отдельно как-то или отдельно платить за этот функционал, нет, они входят в наши стандартные тарифы Lite и Pro, поэтому если у вас уже куплена лицензия UDS, приобретена лицензия UDS, вы можете подключить себе электронные карты, если очень хочется. При этом, но есть определенное количество карт, то есть по умолчанию предоставляется тысяча карт на Lite тарифе и три тысячи карт на Pro тарифе. Если необходимо будет больше карт, то можно их докупить. За 10 УЕ, то есть за 10 долларов, или в России это 800 рублей, ну там УЕ будет, не доллары, то соответственно за единоразовый платеж, то есть за один раз надо только заплатить, добавится тысяча карт в Lite тарифе или две тысячи карт в Pro тарифе за единоразовый платеж. То есть это количество можно увеличивать, если в этом есть необходимость. Мы завершаем вот такой вот, переходим вот как раз к тому вопросу, который мы уже начали обсуждать. В действительности мы сами как бы не рекомендуем включать эту функцию без необходимости. То есть так как функционал электронного карт, про который мы сегодня рассказывали и вам подробно показывали, что есть в электронных картах, вы могли заметить о том, что функционал крайне ограничен по сравнению с мобильным приложением. Проще говоря, мобильное приложение может все, а электронные карты может лишь то, что позволяет платформа Apple Wallet или Google Pay. А мобильное приложение может все, поэтому крупные игроки, вы могли заметить, такие как Пятерочка, Ашан, Магниты, все федеральные игроки, они делают именно мобильное приложение с точки зрения маркетинга, а не электронные карты. Этому есть причина, и причина как раз мы сегодня говорили, потому что в приложении в будущем, ну, функционал будет расти и расти, будут какие-то новые механики, в электронных картах лишь будут те механики, которые позволят, ну, как бы сама платформа Apple Wallet и Google Pay. Тем более, я еще раз напомню, скачать мобильное приложение в компании у клиентов это более привычный процесс, чем получить электронную карту. Поэтому, если вы вообще сомневаетесь в том, что люди что-то будут получать, скачивать приложение или получать электронную карту, то тогда вы вообще можете работать просто с бонусной системой, сделанной на номер телефона. Назвал номер телефона, накопил бонусы, назвал номер телефона, соответственно, списал бонусы. И тут возникает логичный вопрос. Для кого тогда эти карты нужны? Зачем UDS сделал электронные карты? Здесь я напомню, как сказал Сергей, мы электронные карты сделали, чтобы расширить воронку. Потому что есть маркетологи и есть предприниматели, которые ищут именно такие карты. То есть они не хотят мобильное приложение по каким-то своим соображениям, но они хотят очень электронные карты. Поэтому мы в своем бизнесе, чтобы расширить воронку, сделали эти электронные карты, и чтобы стать настоящей универсальной программой лояльности. То есть на сегодняшний день UDS стал универсальной программой лояльности. Поэтому эти электронные карты, по нашему мнению, она подходит для тех предпринимателей, которые очень хотят этот функционал. Просто хотят его. Там могут быть нет объективных причин, потому что мы сегодня разбирали, они не видны на первый взгляд абсолютно. или кто не верит в скачивание приложения, но почему-то верят в получение электронной карты. Хотя, по мне лично, сценарий получения электронной карты, он как-то посложнее, чем скачать приложение и пройти ту же самую форму регистрации. Если вам хочется этот функционал, и у вас уже есть лицезия UDS, то вы можете перейти по этой ссылке. У нас есть телеграм-канал, он называется UDS Business. В этом телеграм-канале два поста назад или пост назад был пост про то, как можно включить этот функционал. Для этого необходимо всего лишь оставить заявку. И мы создадим вам карту и потом отправим ссылку для уже раздачи этих карт. Поэтому переходите в этот канал, либо вот по этому QR-коду можете перейти на этот пост и, соответственно, оставить заявку, если вам очень хочется поработать именно с картами. Давай отвечать на вопрос. Да. Там как раз Максим спрашивал на рывне с твоим слайдом. У вас есть видение, какого-то сценария, когда все-таки целесообразно используют валюты? Мы видим, что действительно приложение лучше, как сказал Иерат, но в то же время у нас есть бизнес, и мы понимаем, что есть на рынке спроса именно на такие карты. Мы их делаем, потому что люди готовы это покупать. Пожалуйста, у нас есть хорошее решение, которое не уступает конкурентным предложениям на рынке. Мы готовы давать на выгод условия эти карты. И мы очень надеемся, что предприниматели, начав отсправить клиентскую базу, увидят, что эта клиентская база у них уже сидит в приложении UDS и начнут использовать продукт более качественно, так как рекомендуем мы. Ну, здесь такой был у нас довольно хитрый интерес того, что мы сделали электронные карты, чтобы еще раз предпринимателям показать о том, вот, например, есть у нас предприниматель, и он говорит, нет, я не хочу мобильное приложение UDS, я хочу вот свои электронные карты. Там только я, там только мой бренд, вот я не хочу, вот чтобы люди скачивали какой-то там UDS. Да? И мы будем им давать электронные карты, то есть я опять напомню, для нас это расширение воронки, мы будем отдавать им электронные карты, в дальнейшем предприниматель будет работать с электронными картами и будет замечать, что оказывается у многих клиентов уже есть мобильное приложение UDS. И то, что твое возражение, как бы, оно, имеется в виду того, что ты можешь работать со всем функционалом мобильного приложения UDS. То есть электронные карты для наших некоторых новых предпринимателей, новых клиентов, это может стать переходным периодом. Если он не верит в мобильное приложение, будет использовать электронные карты, потом увидит, что многие клиенты оказываются уже с приложением, и он начнет работать через мобильное приложение. Давай пойдем дальше. Следующий вопрос. Пока пройдемся по вопросам, которые связаны с функционалом карт. Если у компании уже выпущены карты на валют, их можно интегрировать с нашей платформы? Нет, нельзя? Их можно перенести. Их можно перенести, потому что, скорее всего, у предпринимателей есть номера телефонов, которым регистрировались в другой системе клиента. Поэтому номера телефонов можно перенести баланс баллов через нашу техническую поддержку и можно сделать там WhatsApp или SMS-рассылку со ссылкой на получение новой карты. В принципе, это довольно простой процесс. По воронке есть возможность везде добавить скан обычных карт пластиковых как у приложения кошелек. Лично я не вижу это как шаг в воронке какой-то, потому что никого не во что не конвертирует. Мы рассматривали такой вариант развития приложения, но поняли, что он только усложнит понимание обычных пользователей, как пользоваться нашим приложением. Сейчас в приложении пользователь может зайти в нулевую страницу и получить конкретную скидку. В случае со сканером карты мы не сможем обеспечить представление действительно выгодных приложений нашим пользователям. Я правильно понял, что все интеграции с кассами работают при использовании электронных карт, ну валютом. Просто вводится более длинный код скидки и все. Да, все верно. Мы в принципе со всеми популярными учетными системами переговорили по поводу того, будут ли сразу работать эти карты и некоторые учетные системы сделали обновление, либо некоторые учетные системы сказали, что да, такие карты работают. Только здесь надо учитывать, если есть какие-то самописные интеграции, то есть предприниматель сам себе написал интеграцию, то там, конечно, мы гарантировать ничего не можем, потому что мы не знаем, как он написал эту интеграцию. Может быть, он вообще в интеграции, ну специалист учел, что карты могут быть только шестизначными. В данном случае, понятно, ну специалисту надо будет немного докрутить интеграцию, чтобы система в том числе принимала и восьмизначные карты. Просто вводится более длинный код, да, все верно, просто вводится более длинный код, либо он сканируется. Дальше вопрос. Как создается дизайн в электронных картах? На данный момент дизайн будет задаваться нашими техническими специалистами. Как происходит процесс? Наши технические специалисты заходят на страницу компании, берут красивые фотографии, берут какой-то цвет, текст, цвет фона, логотип. Вы можете сильно упростить задачу, если в заявке пришлет ссылку, например, на качественный логотип компании, может быть, будут пожелания какие-то по цвету и так далее. В будущем мы планируем сделать так, чтобы предприниматель сам смог указывать при создании и логотипа, и цвета и так далее. Все это будет делаться вручную самим предпринимателем. На текущий момент у нас в самой форме заявки уже там спрашивается о том, что прикрепите логотип и прикрепите картинку для карты и укажите, какой вы хотите форм. Поэтому, когда вы заполните форму, вы туда прикрепите логотип, вы прикрепите ту картинку, которую вы хотите увидеть в карте и, соответственно, получите тот дизайн, который вы хотите. В дальнейшем, я снова повторюсь, как сказал Сергей, мы автоматизируем этот процесс, чтобы предприниматель уже сам загружал данный контент, данное изображение, данные картинки. Так, Юля нам спрашивает, да, в админке мы увидим у клиентов, какие способы они используют. Да, все верно, в админке вы увидите, чем пользуются клиенты. Вы увидите электронные карты, приложения или просто по номеру телефона. Все способы они... Я тебе дополню немножко сейчас, на данный момент мы можем показать, есть ли у человека, у пользователя на руках карта. То есть у компании, которая подключает этот функционал, появляется фильтр, есть справа и бонусная карта. Соответственно, можно сегментировать клиентов, у которых есть бонусная карта и при марксе, например, при пуш-рассылках или при рассылках сертификатов не учитывать этих клиентов. Соответственно, люди, которые зарегистрированы, но у которых справа и бонусной карты нет, это люди, которые регистрируются либо через мобильное приложение, либо через веб-версию. В дальнейшем мы предполагаем, что появится какое-то свойство, чтобы можно было настроиться к клиенту и через фильтр прямо посмотреть, устанавливал ли этот клиент мобильное приложение или же он, например, через веб-версию пользуется UTS. И в дальнейшем можно будет сегментировать клиентов как раз таки по каналу взаимодействия, то есть номер телефона, веб-сайт, мобильное приложение, цифровая бонусная карта и в зависимости от того, через какой канал этот сегмент с вами взаимодействия вы можете выстраивать определенный маркетинг с каждым сегментом. Вот здесь Максим справит, предприниматель может получить информацию теоретически, я не совсем понял вопрос, Максим, предприниматель может получить информацию, каким телефоном пользуется клиент Android пони. Следующий вопрос, теоретически можно самому нарисовать дизайн и попросить его разместить и скорее всего техподдержка загрузит так, да, это так, тем более вы нам упростите его самому работу, если вы сразу нарисуете дизайн карты и мы его разместим. Только надо здесь учитывать о том, что в электронных картах есть ограничения по тому, ну, какой дизайн размещать, там единственное, что можно менять, это фон карточки можно менять, верхнюю картинку и логотип, и на этом все, то есть там нельзя какую-то сделать своеобразную свою какую-то карту, такого нельзя делать, там можно однотонный фон какой-то разместить и соответственно там картинка сверху и логотип. А по дизайну тоже есть ограничения, то есть изображение должно быть с определенным размером, естественно, когда наш дизайнер создает эти карты, они учитывают, конечно, размер. Можно ли клиенту иметь одновременно приложение и электронную карту, валик-карту и использовать их в любом порядке, да, такое можно, мы как раз про это говорили, а в принципе все способы они одновременно могут работать для предпринимателей. Спросил нас Тони Старк. Жили, это человек. Мы за тебя. Он вернулся с последней части Мстителей просто. Айрот, кажется, вопросы закончились. Да, ему все очень понятно объяснили. Это хорошо, запись, я еще раз напомню, запись будет, на официальных каналах Телеграм, в канале UDS Business, UDS, Global Intellect Service, официальный канал Телеграм и на официальном канале Ютуба. Поэтому всем большое спасибо за участие в онлайн, спасибо за ваши вопросы, всего доброго, успеха, здоровья. удачи! До новых встреч, удачи! Продолжение следует...